Добрый день! Хотел рассказать про весеннюю обрезку живой изгороди. Обрезку проводили в прошлом году, в августе, в начале августа. И вот сейчас надо провести весеннюю обрезку. Для чего? Потому что с августа по сентябрь, если теплая погода, то дает прирост на летний и начинает ревеснение. Если стричься мотоножницы, то мотоножницы просто будут зажевывать или вообще будут портить побеги, как будто обдираться кора. Для этого надо проводить стрижку секаторами, то есть обрезку секаторами проводить и шиполярными назнецами. Для начала нам надо определить, какой высоты будет живая изгородь. Если нам метр с лишним, какой вы хотите, или полтора метра, или два метра, все зависит от того, какая будет живая изгородь. Если у вас ровная местность, ровная земля, то есть уровень земли ровный, то можно ориентироваться по вот такой палочке, то есть расстояние, какую захотели, да, и вот как бы пометили секатором, пометили секатором. И дальше вот так тоже, когда начали, сперва обрезается в боковые стороны, потом в макушку, в макушке. Просто я вам покажу то, что это уже сперва уже было с боков обрезано, с одной и с другой стороны. И потом уже проводилась как бы верхушка, обрезка верхушек. Ну как бы мы вот сейчас поставили по этому уровню, обрезали, обстригли. И вот так вот для ориентировки как бы это самое, пошли вот обрезать. Ну все зависит от того, конечно, какой уровень земли, еще раз повторяю. Если у вас земля, то неровная, то надо ориентироваться тогда глазомерно. Приставили ровную линию, ровную линию. Вот как бы вот так вот приставили, и пошел вот так вот обрезку проводить. Вот, если тонкие вот эти вот тонкие, тонкие побеги, их можно обрезать шпалерными ножницами. После того, как вот мы обрезали, вот то есть по уровню так выставили. Вот так вот. Потом мы обрезаем шпалерными ножницами, вот эти вот тонкие. И вот так вот пошли. Еще хотел сказать, еще повторить то, что когда обрезаем шпалерными ножницами, как вам удобно, то есть, если вам удобно с этой стороны стричь, то стригите. Или с этой стороны, как удобно. Стригется основным шпалерными ножницами сверху вниз. Так. И пошел. Старайтесь держать ровную линию. Если какие-то там будут толстые побеги, то обрезайте секатором. Потому что, если вы будете обрезать шпалерными ножницами, от этих толстых побеги, у вас будут просто потом зажевывать ножницы. И уже потом будет как попало вас стричь. Имейте в виду. И вот так вот пошел, пошел. Стричь. Боковые. Когда вы уже прошли обрезку, надо посмотреть, где так визуально представили линию. Если где-то выступ есть, побеги где-то выступают. Вот тут обрезали, тут обрезали. Бугорок какой-нибудь выпирает. Тоже стригли. Вот тоже так же прошли. Как бы посмотрели. Вот так их. Если, конечно, у вас как бы неровная местность, и вы ходили точно, тут, естественно, тогда уже надо будет убивать колышки. Такой высоты. Ну, какой вот уровень их ходите. И другой стороны колышек. И натягивать нитку. Если вы с одной, вот как бы колышек здесь прибили, как бы на краю нитка должна быть. И от этой нитки, как бы, тоже вот так пошли стричь. Вот. Ну, это того, как бы, и так же ориентироваться по боковым сторонам. После стрижки весенней обрезки желательно твой подкормить. Потому что, как бы, они еще не важно себя чувствуют. Где-то вот еще нехватка витаминов, ослабленные. И для хорошего роста нужна подкормка. Весенняя подкормка. Для охотников. Особенно для той. Ну, естественно, и полив. Заливать не надо. То есть, как бы, создать влажность. Раз в неделю надо поливать. Вот. Также можно ориентироваться, как бы, поставить маячки. То есть, как бы, чтобы высота была одинаковой. То есть, вот как вот зафиксировали. И держите вот так вот секатор. Двигайтесь. Раз. И опять уже от этого маячка шли вверх. Ну, тоже зависит. Если вы глазомерно все это представили линию сверху, которую, и бывает то, что вот так вот глянули где-то выступ, можно еще раз пройтись. вот. Ну, за сезон обрезку проводят три раза. До начала августа. В августе, в середине августа до сентября нежелательно, потому что, если мы проведем обрезку, то начнется все равно рост побегов, если хорошая погода. И осенние заморозки может повредить для роста побегов туй в следующий год. Летом сном обрезку проводить можно мотоножницами. То есть, там уже мягче будут побеги, то есть, кара не древесни уж еще будет. Можно стричь под этот уровень, который мы обрезали весной. То там тоже, также мотокосу ставите, зафиксировали, и пошли. Ну, спират, конечно, также спират с боков, с одной и с другой стороны. Потом уже сверху в последнюю очередь. Шпалер ножницами, когда вот так вот кропотливая работа, когда стричь шпалер ножницами, то в том смысле, что устоят у руки, как бы вот так. Но когда вы уже приноровитесь уже стричь, вы уже будете чувствовать, и у вас очень будет очень хорошо профессионально получаться. Некоторые даже до сих пор профессионалы стригут секатор, но это очень долго, понимаете, сколько это на стричь. Полированные ножницами раз, пошли, здесь. чтобы ровно было, все равно, ну как бы, вот видите, как получается волной неровно, как бы волна вот в изгороди неровно идет, то, чтобы ровненько было красиво, тут надо тогда нитку натягивать или визуально представить ровную линию. Это уже вот стрижено. подкармливать надо тую уже около 15 лет и тую как бы вот хвоя поджелтевшая немножко, поврешь если там вот какая зеленая, здесь вот видите, болеет, то есть надо подкармливать тебе обязательно весенняя подкормка. Он подкармливает такие вот гранулы, мелкие гранулы, можно фертикой подкормить, желательно осыпать рядышком, ближе к стволу, то есть не рядом саму к стволу, потому что могут подгореть корни сильно и корневая шейка, а где-то сантиметров 5 где-то вот так посыпали круп, ну вот потом это можно смульчировать и прополить, провести полив после подкормки удобрений, это обязательно. секатор должен быть острый, также шпалерные ножницы старайтесь еще раз повторяю, толстые побеги не обрезать, потом будет зажевывать зажевывать. Вот такие нежелательные спалерные ножицами вот это 3 миллиметров это надо секатором вырезать а вот такие вот можно спалерными ножицами вырезать подписывайтесь подписывайтесь Продолжение следует...